Патриот 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищ генерал. Здорово, Клементьев. Пойдем. Ройтман где? В лаборатории. А Яковлев? У себя в кабинете. Ладно, спасибо, Клементьев. Дальше дорогу знаю. Слушаюсь. Фома Гуриянович, прошу. Здорово, Яковлев. Благодарю. Ты не выгрожаешь, я тут посижу на твоем стуле? Что, что, Фома Гуриянович, ради бога. Ярославович, у тебя работает? Так точно. А что он делает? Ярославович? Да. Да, собственно, он в Аспиридоновке когда... В октябре, наверное. Ну, и с тех пор он делал телевизор для товарища Сталина. Тот самый телевизор с бронзовой накладкой великому Сталину от чекистов в день 70-летия. Пригласи его. Слушаюсь. Герасимович, ко мне. Есть! Есть! Что-то случилось? Заключенный Герасимович. Пусть войдет. По вашему вызову. Присаживай, Силурион Павлович. Спасибо. Вы, Герасимович, оптик. Не по уху, а по глазу. Так что ли? Да. Вас хвалят. Да? Самые лучшие характеристики, Фома Гурьевныч. Сколько вам осталось сидеть? Три года. Долго. Ой, долго. Я думаю, вам надо заработать досрочку. Как вы думаете? Где же их взять-то? В коридоре не валяется. Конечно, на телевизорах досрочки не заработаешь. А я вот вас на днях пошлю на Спиридоновку и назначу начальником нового проекта. За шесть месяцев сделаете, и кости не будете дома. Что ж за работа? Разрешите узнать? Да там работ много, только хватает. И та нужна, и эта печет. И все по вашей специальности. И так, Антон Николаевич? Совершенно верно, Фома Гурьевныч. Нужно сделать такой фотоаппаратик на этих... Как их? О ультракрасных лучах. Инфракрасных. Инфракрасных лучах. Вот человек идет ночью, с кем он идет? Его встографировал, а он даже об этом не знает никогда. До самой смерти. Нет, ну, надо им сделать такой аппарат, чтобы был доступен для наших агентов. Они не такие умные, как вы. Ну, а второе дело... Для вас, по-моему, вообще ерунда. А нам позарез нужно. Сделать такой обыкновенный фотоаппаратик. Только махенький такой. Чтобы мы его в дверные косяки вот вделали. Дверь открывается, он автоматически фотографирует. Кто вошел? При дневном свете, но и при электричестве, конечно. Да лучше уж, ладно, не надо. Вот если мы это все в серийных производствах запустим, а? Как думаете? На телевидении... Нельзя бы остаться. Вы что, отказываетесь? По какой причине? Зачем причина? Не смогу. Не справлюсь. Да перестаньте. Вы просто давно не получали серьезных заданий. Вы поэтому рабеете. Да ну кто же, если не вы? Это же по вашей специальности. Нет, это не по моей специальности. Сажать людей не по моей специальности. Я не ловец человеков. Довольно, что нас посадили. Я пошел. Простите. Вот вы, Потапов, все жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца. Больше трех, гражданин начальник. Ну три, какая разница. А вы подумали? Что за человек ваша жена? Я не понимаю. Ну, чего тут не понимать? Какое у нее политическое лицо? А что ж случилось? Нытик она у вас. Нытик. А нытики нам не нужны. И странно, у нее какая-то слепота. Все хорошее в нашей жизни она не замечает. А все плохое выпячивает. Ради бога, что с ней произошло? С ней? Да ничего. Пока. Возьмите. Благодарю вас. Можно идти? Нет. Читайте здесь. Ну, не могу я вам дать этого письма в общежитии. А что подумают заключенные о воле после таких письм? Читайте. Дорогой Ваня, ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду в лес за палками. А там вечер. Я так устаю, что прямо валюсь. Ночь сплю плохо, не дает бабушка. Встаю рано, в пять утра. А к восьми надо быть на работе. Еще, слава богу, осень теплая, а вот зима нагрянет. На складе угля не добьешься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины. Тащу ее прямо по земле за собой. Уж сил поднять нет, и думаю, старушка, везущий хворост у вас. Я в паху грыжу себе нажила от тяжести. Ника приезжала на каникулы. Она стала интересной. К нам даже не зашла. Да, я не могу без боли вспоминать тебя. Мне не на кого больше надеяться. Пока здесь сила, я буду работать. Только боюсь. Не снять бы мне, как бабушка. Она распухла, не встает. Ходит под себя. У нас волна стоит. Жуткая. Это не жизнь. Это не жизнь, а каторга. Мы ругаемся каждый день. Манюшка на своих детей. Знаешь, я часто рада, что наших уже нет. Мне уже, это бы они такие выросли. Валерик в этом году поступил в школу. Ему всего надо. Много. А денег нет. Правда, Манюшка по суду алименты получает. Ну вот. И все. Писать нечего. Хотела на праздники отоспаться, так нет. На демонстрацию переться. Вот. Пойду переоденусь и письмо тебе на почту. Ну? Прочли? Или что? По-моему, вы не читали. Вы же человек грамотный. В тюрьме посидели. Вы же понимаете, что это за письмо? Да за такие письма во время войны срок давали. Демонстрация всем в радость, а ей переться. Вы знаете, не хотел я вам давать это письмо. Но потом пришло еще одно и еще. И я решил, надо с этим кончать. И вы сами это должны сделать. Ну как? Ну как, как. Напишите жене ответ. Бодрый ответ. Разрешаю больше четырех страниц. Вы ей как-то писали в письме, что надо верить в Бога. Да уж лучше в Бога верить, чем вот такой пессимизм. Напишите ей, что скоро вернетесь, будете получать хорошую зарплату. Ну разве меня отпустят домой? Не сошлет? Вполне возможно. Начальству виднее. Надо жену успокоить, поддержать. все-таки ваш друг жизни. Читайте. Дорогой Ваня, сообщаю тебе горестную новость. 26 ноября 1949 года в 12 часов 5 минут дня умерла бабушка. умерла, а у нас ни копейки. Спасибо, Миша дал 200 рублей. Все обошлось дешево, но, конечно, ни папа, ни музыки. Просто кроп отвезли на кладбище, сварили в яму. Теперь в доме стало тише. Ну, пустота какая-то. Я сама болею, ночью путь страшный, даже подушка и простыня мокрая. Мне предсказывала цыганка, что я зимой умру. И ты знаешь, я рада избавиться от жизни такой. Я какая-то несчастливая. Я тебе осень писала. Да, по-моему, уже даже два раза. Неужели ты не получаешь, а? Где Жаня пропадает тогда? Что там слышно? Освободят тебя? Потапов. Потапов. Вы слышите меня? Слышу, гражданин майор. Извините, задумался. Вы часом не пьяны? а ну отдохните. Еще. Трезвый. вы посмотрите сами, Адам Вениаминович. Добрый вечер. Как они? Работают, товарищ генерал-майор. Докладывай, только короче. Мы проделали большую напряженную работу и пришли к предварительному заключению. Возможно, это один из двух. Кто? Предположительно, Щевронок или Володин. Но нужно еще поработать. Фоноскопия наука молодая, новая. Ворожила бабка на бабах. Зачем мне эта ваша наука? Мне преступника найти надо. Докладывайте ответственно. Преступник у вас здесь на столе лежит? Да точно. Он не гуляет где-то по улице, он среди пяти. Да, Фома Гаврионович, я, собственно, мы, собственно, уверены, что среди этих пяти. Вы отвечаете свои слова? Да, мы отвечаем. Смотрите. Я вас за язык не тяну. Поеду, доложу министру. Мы этих сукиных сынов обоих арестуем. Подождите еще хоть сутки. дайте возможность обосновать полное доказательство. А вот следствие начнется, пожалуйста, ставьте микрофон и записывайте хоть три часа. А ведь один из них будет невиновен. Как это невиновен? Так уж ни в чем и невиновен. Органы разберутся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алло, да, его нет дома. Кто, простите? Товарищ генерал, не узнал, извините. Богатым будете. Одну минуточку. Одну минуточку, дверь открылась. Наверное, это он, я узнаю его шаги. Подождите. Ини, Ини, не раздевайся скорее сюда. Генерал у телефона. Слушаю, товарищ советник. Понял, в среду. Конечно, во вторник сдам дела. Ой, какие детали. А, уже машина. Готовь ехать, товарищ советник. Спасибо. Вы у себя. Ты представляешь? В среду лечу в Нью-Йорк. Поздравляю. А кое-какие детали это. Наверное, ты. Ты возьмешь меня с собой? Ну, разумеется. Обязательно. Я люблю тебя. Значит так, одевайся. Еще медленнее, чем обычно. Но все равно на первый акт мы не попадаем. А на второй уже. А я тебе еще из министерства просто позвоню. Только не забудь. Позвоните. Это, наверное, за мной. Я открою. А у вас тут хорошо. Я вы что-то не помню. А я вас помню. И подъезд ваш, и лестница. Неужели вы меня не помните? Может быть. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Продолжение следует... 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 Спасибо Вы, Герасимович, оптик Не по уху, а по глазу Так, что ли? Да Вас хвалят Да? А? Самые лучшие характеристики, Фома Гурьянович Сколько вам осталось сидеть? Три года Долго Ой, долго Я думаю, вам надо заработать досрочно Раз Давай, патриот На защиту страны Наши взрослые кредя не ждет По пузу белые руки пушки И герои пушки Патриот Вперед, товарищи, стреляет По слову пудрого моща Работной силы не зарея Прожайся в жизни не щеля Работной силы не зарея Прожайся в жизни не щеля Словы, пасть победу, ухожли в лоях Словы, франклим жестоко в России Пускай тут на скоток, а там возле поля Работной силы не зарея Словы, франклим жестоко в России Словы, франклим жестоко в России Здравия желаю, товарищ генерал Здорово, Клементьев Пойдем Ройтман где? В лаборатории А Яков? У себя в кабинете Ладно, спасибо, Клементьев Дальше дорогу знаю Слушаюсь Фома Гурьянович, прошу Здорово, Яковлев Благодарю Работной силы не жалея Слажайся в жизни не щеля Работной силы не жалея Слажайся в жизни не щеля Дедра и подруга, товарищи, празд Ни минуты не будем терять Войдет в ополчение, пожарный отряд Словы, всюду, победу, команда Слажайся в жизни не жалея Слажайся в жизни не жалея Слажайся в жизни не жалея Ты не возражаешь, я тут посижу в твоем стуле? Что, что, Фома Грианович, ради бога Герасимович, у тебя работает? Так точно А что он делает? Герасимович? Да Да, собственно, он в Аспиридоновке когда? В октябре, наверное Ну, и с тех пор он делал телевизор для товарища Сталина Тот самый телевизор с бронзовой накладкой Великому Сталину от чекистов в день 70-летия Пригласи его Слушаюсь Герасимович, ко мне Есть! Что-то случилось? Заключенный Герасимович Пусть пойдет Продолжение следует... Продолжение следует...